Достигнутые предварительные договоренности с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским о выделении средств на строительство следующей очереди защитных сооружений в администрации Цивильского района восприняли с радостью. Средства просто необходимы. Практически каждый год район страдает от половодья. О том, как будут потрачены средства и сколько домов будут защищены от весенней воды, в нашей программе рассказал управляющий делами администрации Цивильского района Виталий Васильев. «Будут затрачены на возведение защитных сооружений от паводковых ход на реке Цивиль, первая очередь которых была начата в 2004 году. Подведенные в эксплуатацию защитная земляная дамба Тихвинского монастера и защитные сооружения от паводковых ход на реке Цивиль по улице Восточная, они решали вопрос предупреждения негативного влияния паводковых ход лишь частично, так как не обеспечивают защиту города с северной и северо-восточной стороны. И с постройки Чебоксарского водохранилища увеличилась продолжительность весеннего паводка у города Цивильска с недели до месяца. Вот высокие паводки на реке Цивиль проходят периодически 11-4 года, и ущерб, нанесенный последним, соценивается около 2 миллионов рублей дорожной сети и более 3 миллионов рублей хозяйственной подстройки населения. В 2012 году был подготовлен проект строительства защитных сооружений второй очереди, который решает уже комплексную защиту города Цивильска и деревни Три Избы. Общая стоимость строительства составляет 234 миллиона 828 тысяч рублей. Возуна составляет 203 гектара, которые дамы будут защищать. На этой территории сложены 267 домов, проживает 736 человек. Сходит еще памятник природы, истории и архитектуры 17 века. Это Тихинский женский монастырь. Вот поэтому тоже важное состоятельство второй вот этой очереди.